Аллах Это самое главное, когда спросили у пророка Самое великое дело Скажи нам о самом великом деле Он сказал Это вера в Аллаха Всевышнего То, что мы сказали Это самое великое дело Больше этого дела, величия этого дела нет То, что мы сказали Я свидетельствую, что нет настоящего Бога достойного поклонения, кроме Аллаха Я свидетельствую, что нет настоящего Бога достойного поклонения, кроме Аллаха И свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха Это дар от Аллаха Всевышнего Это неамат от Аллаха Всевышнего Благодарите Аллаха Всевышнего за это очень много И радуйтесь, что Аль-Хамдли мы мусульмане А все остальные недостатки в этой жизни Если где-то мы в чем-то ущемлены Не ущемлены, а что-то нам не хватает Как в качестве испытания Аллаха Всевышнего кого-то меньше дает У кого-то забирает Это все мелочи жизни Это естественные испытания Самое главное, будьте довольны и рады Что мы, Аль-Хамдля, верим в Аллаха Всевышнего У нас курс правильный Мы на прямой дороге, которая в конце концов приведет нас в рай Мы люди прямой дороги Дорога, которая введет в рай В конечном итоге мы, начало, будем в раю Это счастье Это счастье, Аль-Хамду-Лля Сегодня, иншаллах, напомню Чтоб мы все пересмотрели Наше отношение к нашим деньгам Как мы относимся к заработку И потом к расходам Заработок, мы уже говорили, он должен быть только дозвольным Нужно переживать, чтобы каждая копейка была чистым Халялем, дозвольным И второй вопрос, чтобы расходы наши были тоже правильными Потому что расходовать средства, это тоже ибадат Если правильно расходуем, то получаем награды Неправильно расходуем, неправильно вкладываем свои средства, это грех Работа, это ибадат Зарабатывать, чтобы кормить себя Обеспечивать свою семью, родителей Это ибадат Этот человек на пути Аллаха, как сказал пророк, алейхи ассалям Кто утром выходит с намерением, чтобы обеспечить свою семью халялем Дозвольным риском, чтобы семья его не попрошадничала, не нуждалась В ком-то, не смотрела на кого-то И он выходит, чтобы обеспечить Он вышел на путь Аллаха Это ибадат Заработали средства, Аллах Всевышний дал нам Все, что у нас есть, это от Аллаха Аллах Всевышний говорит Все, что у вас есть, это все от Аллаха Любое благо, которое у нас есть, это от Аллаха Услышьте это Сколько у нас сегодня есть? Первый вопрос Денег Сколько у нас сегодня есть денег? Это ниамат Деньги это тоже дар от Аллаха Всевышнего Это испытание от Аллаха Всевышнего Сколько у нас есть сегодня? Вот эти деньги, которые у нас есть От Аллаха Аллах нам их дал Не потому, что мы лучше всех работаем Лучше других работаем Не потому, что у нас лучше голова работает Не потому, что у нас усердие большое Не потому, что мы не лентяйничаем А потому, что Аллах так захотел Он выделил нам вот столько Одинаково люди работают Этому Аллах больше дает, этого меньше дает Кто-то наоборот может сидеть и больше получать Кто-то может утром до вечера работать и меньше получать Это риск от Аллаха Всевышнего Все это от Аллаха И за это, это ниамат Это ниамат Это дар Это добро То, что Аллах Всевышний дает нам средства На проживание За это будем спрошены Аллах Всевышний говорит Потом вы будете Каждый из вас будет спрошен за добро За благо Которые были у него Один из этих благ Один из этих видов добра Это деньги За эти деньги будет спрошен человек Аллах Всевышний в Коране Открыто во многих местах говорит О деньгах Деньги, богатства Деньги, богатства Средства на пропитание, проживание Почему? Потому что это одно из основных вещей И это одно из основных испытаний тоже Для нас Деньги Сколько у нас сегодня денег? Вот эти деньги Теперь нужно правильно их расходовать А конкретно говорить Если не делать исрав Исрав это когда Человек Чрезмерно бросается своими деньгами Направо, налево Или же бесполезно их Вкладывает Или же вовред Их куда-то Вкладывает И расходует Нету пользы Ни для этого мира Ни для Ахирата Или же вред ему Для этого мира И для Ахирата Человек, конечно, он думает Куда он хочет расходовать Куда он хочет вкладывать Он думает, что это хорошо для него На самом деле Мирилы Это закон Аллаха Всевышнего Мы должны Сперва проверить Можно ли мне сюда Вкладывать Можно ли мне вот это покупать Можно ли мне вот так именно Расходовать свои средства Или нет Нужно узнать В религии В шариате Потому что все мы Скоро умрем Скоро мы уйдем С этого мира Потом будем отвечать Как мы расходовали Свои средства В судный день Не сдвинется Человек с места Пока не ответит за это Пока он не ответит Откуда Собрал Заработал эти деньги И куда он их Израсходовал Будет отвечать за это В одной такой истории Говорится Что человек Может быть это не правда За одну веревку За одну веревку Он не смог Ответить За одну веревку Не смог ответить Откуда он заработал Как заработал И что он делал С этой веревкой Сколько Аллах Всевышний Нам дает заработка И куда мы их расходуем За каждую копейку Нужно будет ответить Перед Аллахом Всевышним Полезное Мы купили Полезное мы взяли Или же бесполезное Если на греховное Израсходовали Свои средства Это грех Это исрав тоже Это исрав Когда на сигареты Человек Деньги свои расходует Когда на спиртное Свои деньги расходует Когда на азартные Свои деньги расходует Это виды харама Это все исрав И плюс к этому Когда человек Просто Просто так на ветер бросает свои деньги. Тоже Исраф, как покупает всякие фейерверги и на небо, на воздух. И есть некоторые виды у нас в обществе, распространенные виды Исрафа, это на всяких мероприятиях, или на свадьбах, или когда кто-то умирает и какие-то мероприятия делают. Вот об этом сегодня хотел еще конкретно сделать замечание каждому из нас, нашему обществу, чтобы мы исправлялись. Нам, мусульманам, нужно расти. Аллах дал нам религию. Эта религия, она заключает в себе не только намаз, не только урозо, не только ритуальное поклонение. Эта религия, религия Аллаха Всевышнего заключает в себе прогресс. Чтобы жизнь у людей была лучше, чтобы приятно было ему жить на земле. Это весь заключается в нашей религии. Приятная жизнь заключается в нашей религии. И обеспечивается Райская жизнь, вахра, иншаллах, за счет нашей религии. Просто нужно придерживаться полностью. Не только в намазе, не только в мечети в мусульмане. И не только, когда зарабатываем мы мусульмане, халялем зарабатываем, но тогда, когда мы и на улице мусульмане, и тогда мы когда расходуем свои средства, вкладываем свои средства, деньги, тоже должны быть мусульманами полностью. И вот когда расходуем свои средства на свадьбах, на мероприятиях, связанных с всякими событиями, не нужно делать исрафа. Конкретно то, что у нас происходит из видов исрафа, это на мероприятиях, которые посвящены умершим. Во-первых, это считается из бедаатов, из новшеств в нашей религии. То есть Аллах Всевышний от нас не требует этого, чтобы мы после смерти какого-то человека, то есть после смерти родителей или родственников, после них делали мероприятия. Резали животных, накрывали столы и кормили людей. Это не требуется у нас в шариате. Когда была нужда, людям было тяжело зарабатывать, много было нуждающихся. Может быть тогда это было как у нас введено в обычай. Умер человек, и чтобы ему сделали дуа, обрадовать нуждающихся, накормить их, взять у них дуа, это делалось. Сегодня у нас это просто как обычай, и мы даже не понимаем, глубоко не понимаем смысла и делаем это. Первый вопрос, то что мы не понимаем вообще сути этого дела. Не понимаем, что это от нас не требуется. Это первое. Второй вопрос, и там, а то же мы еще и неправильно делаем. На показуху начинают люди делать. Вопрос такой. Человек спрашивает, что мне делать, чтобы помочь моим родителям, а не умерли. Умер отец, или мама, или кто-то из родственников. Что мне сделать такого, чтобы им помочь, польза им была какая-то от меня. Вот с таким намерением люди вообще делают вот эти мероприятия, чтобы им польза была какая-то. Аль-Хамду, пусть Аллах Всевышний примет это, накормит человека. Это один из великих поклонений нашей религии. Пророк, саллаллаху алейхи ва саляму, он говорил, Ат-имут-таам, кормите людей, говорил, кормите людей. Аф-сюх-салям, салам давайте друг другу, приветствуйте друг друга, мира желайте друг другу. Ва-саллю билляйли ван-на-су-ниям, и совершайте намаз, когда люди спят. Тадхул-джанна-таби-салям, мирно зайдете, спокойно, безопасно зайдете в рай, сказала. Ночью намаз читать, тахаджуд намаза, кроме бамдат и хуфтан намаза, ночной намаз, тахаджуд намаз есть. Салам друг другу давать, чтобы мы были дружнее. Когда мы даем друг другу салам, у нас дружба укрепляется. Хорошие отношения, они укрепляются. Теплота укрепляется. Салам нужно друг другу давать. Знаем мы этого человека или не знаем, салам давайте. Вот тоже в мечеть заходим. Мы сто процентов знаем, что мусульманин, который хочет в рай попасть, который хочет доводиться Аллаха Всевышнего, посмотрели, ассаляму алейкум, скажете, мир тебе, пожелайте мира. На улице вышли, на улице видим друг друга, тоже ассаляму алейкум. Не обязательно, чтобы мы знали его. Кто он? Знаю я его или не знаю? Даже если не знаем. Он ведь мусульманин. Все, ассалам давайте. Это у нас учит пророк салаллаху алейкум. Ассалям. Салам давайте. Чтобы зайти мирно, миром, с миром, безопасно, зайти в рай. Для этого салам нужно давать. То есть в рай, чтобы зайти, нужно салам давать, говорит пророк салаллаху алейкум. Афишу салям. Здоровайтесь. Знакомые, незнакомые мусульмане, здоровайтесь. Салам давайте. Чтобы там много блага в этом заключается. Из-за того, что там много блага заключается, вот когда мы даем друг другу салам, в конце концов, вот это дело, он приводит нас к уиману, к единству, к дружбе, к сплоченности, к развитию и в рай. В конце концов, все это в итоге в рай нас приводит. Начинается с салама. Не отворачиваются друг от друга, а наоборот здороваться с миром, с улыбкой смотреть друг на друга, с улыбкой встречать друг друга. У атаимутаам и кормите, говорилось. Вот теперь вопрос. Умирают люди, что им полезно? Что им выгодно, если сделают живые за них? Аль-Хамбли, это милость Аллаха Всевышнего, что мы живые, можем помочь еще тем, кто ушли с этого мира, мертвым. Мертвые нам не могут помочь, но живые могут помочь им. Как могут помочь? Если будут за них делать дуа. Вот в первую очередь нужно делать дуа за них. Умирают родители, родственники, мусульмане. В первую очередь нужно сделать за них дуа. Поощрение дается даже. Это от Аллаха Всевышнего. Если мы делаем дуа за них, нам Аллах Всевышний награду дает. Мы им помогаем. Просим за них прощения у Аллаха Всевышнего. Представьте, какое тут облегчение от Аллаха Всевышнего. Не сам человек просит у Аллаха прощения, а кто-то за него просит прощения. И вот это даже Аллах принимает. Это как заступничество. То есть ты, О, Аллах, прости вот моего друга. О, Аллах, прости моего соседа. О, Аллах, прости моего отца, маму. Вот эти дуа принимаются. Представьте, это какая большая милость Аллаха. Это как заступничество. Он за него заступается и просит. О, Аллах, прости его, помилуй его. Вот живые должны делать дуа за тех, кто ушли с этого мира. А дети, они обязаны, у них долг вот тут, долг на шее. до самой смерти, делать два за своих родителей. Потом второе, что доходит и что приносит пользу, и что выгодно для мертвых со стороны живых. То, что мы делаем вот эти мероприятия, это невыгодно для них. Иншаллах, награды там есть, но это невыгодно. Выгодно для них, что вот эти средства, сколько уходит на это мероприятие, сами скажите, сколько уходит на мероприятие маленькое, когда мы от имени умерших или за умерших делаем. Сколько уходит примерно? 50 тысяч? 50 тысяч сомов. Это маленькие, такие средние. А? Еще больше уходит. 100 тысяч уходит? Да. 100 тысяч. А вот теперь представьте, 100 тысяч сомов на одно мероприятие ушло. Насколько это выгодно для умершего человека? Все мы математику хорошо понимаем. Когда идем на работу, считаем так, сколько там будет зарплаты. Когда в какой-то бизнес вкладываемся, считаем, сколько там будет прибыли. Если не выгодно, не вкладываемся. Вот эти 100 тысяч. Сейчас, получается, человек, он вкладывает эти 100 тысяч, он заработал эти средства. Не дай Аллах, если он еще в долг берет, это еще хуже. Если он в долг берет и накрывает стол, люди покушали, это все ушло. Это краткосрочный проект был. На один день он награду, иншалла, может быть, получит. Энергию получил человек, покушал, насытился, альхамду лилля. Это суть кормить людей в основе, это нуждающихся кормить. У нас в основном в обществе не нуждаются в этом. Те, кого зовут в основном, не нуждаются. Там 20% бедных, может быть. Может быть, 10%, может быть, вообще даже нет. Не дай Аллах, это самое худшее собрание получается у некоторых. Вот эти 100 тысяч вкладе. Это как проект перед Аллахом Всевышний. Если намерение чистое, это как ибадат будет. Если намерение нечистое, неправильное намерение, то это будет просто на ветер броситься свои деньги. На ветер. Нету пользы даже умершему. Если намерение нечистое, как нечистое? Когда человек ради показухи делает, чтобы люди не говорили ничего. Чтобы не говорили, во, умер папа, умер мама, и он даже не накрыл стол, не уважает своих родителей. И чтобы успокоить людей, чтобы люди не говорили про него, он это делает. Это уже не поклонение. Это уже называется показуха. Это не ради Аллаха Всевышнего делается. А теперь вот эти 100 тысяч, которые он туда израсходовал, это на ветер. И не просто на ветер, а грех он получил. Пользу не получил. Ни родители, ни саму он не получили пользу. А теперь, если вот эти 100 тысяч с чистыми намерениями, с хорошими намерениями, ради довольства Аллаха, вкласть выгодный проект, долгосрочный проект, за 100 тысяч сомов можно сколько куранов купить, за 100 тысяч сомов сколько деревьев можно купить, молодых саджинцев, о которых прямо в открытую говорил пророк саллаху алейху ассалям, что эти садакаджари, текущая милость в цене, она доходит до умершего человека. Это его бизнес проект он сделал при жизни, или же от его имени кто-то сделал. Умер, и как будто он живой ходит получать награды за это. Это милость Аллаха Всевышнего тоже, что вдруг даже если кто-то не успел при жизни, от его имени кто-то может сделать. А теперь посмотрите, у нас это не делают, 99% не делают этого. У нас просто плов дают, плов дают, плов дают. И одни и те же лица, одни и те же лица. У нас в религии прогресс есть, развиваться должны. Если мы будем правильно жить по религии, мы будем развиваться, жизнь будет улучшаться. Дороги будут улучшаться, улицы будут улучшаться, очищаться, зелень будет больше расти, деревья будет, еще больше кислорода будет, больше чистого воздуха будет больше, если мы правильно будем жить. Если кто-то хочет, лучше сделайте долгосрочный проект от имени родителей своих, от умерших, долгосрочный проект делать. Это выгодно будет. Купите лучше на эти деньги. Сколько куранов купите, Субханаллах. Сколько кирпичей вы можете купить? Одну стену, может быть, одной мечети можете за эти 100 тысяч кирпичей купить. У кого-то дом строится, купите лучше кирпичи ему. Где-то дорога кривая, лучше дорогу выровняйте. Деревья посадите. Вот они, деревья, Субханаллах. Всегда, когда я вижу, вспоминаю, что эти деревья, они были недавно посажены, то есть несколько десятков лет. Ахсахалы, которые вот тут и жили. Они посадили эти деревья. Вот он, выгодный бизнес-проект для Ахирата. Это долгосрочный проект. А те, которые просто пловом угостили людей, они краткосрочный проект сделали. Награду получили. На один день энергия. Ища Аллах награду получает. Пусть Аллах Всевышний примет. О, Аллах! Помилуй его. О, Аллах! Доведи эти награды до него. А это долгосрочный проект. Посадил дерево. Ради довольства Аллаха. О, Аллах! Это от имени папы, мамы, брата, дедушки, бабушки или детей. Посадил. И сколько лет это дерево будет приносить? Плоды, кислород, свежий воздух, тень. Потом будет дровами, а потом будет, может, у кого-то дома будет где-то на крыше стоять это дерево. Это долгосрочный проект. Это называется Сада Хаджари. Это текущая милостыня. И вот я бы хотел, чтобы мы чуть-чуть экономили свои средства на этих мероприятиях. Исрафа там не было, потому что исраф – это харам. Когда накрываются столы, ставится несколько салатов. Сейчас, аль-хамбля, они приняли решение, утвердили это, чтобы один салат был и все, и сразу плов дали. Лишнего ничего не надо. Аль-хамбля, это уже хорошо, это прогресс. Деньги остаются для полезного чего-то. Но почему-то о свадьбах как бы отпустили это. Нет, на свадьбах тоже нужно говорить. На свадьбах тоже не нужно исрафа делать. Зачем столько исрафа? Зачем харам делать на свадьбе? На свадьбе людей приглашают, чтобы тоже люди сделали дуа, о, Аллах, дай баракат этой семье. Чтобы хорошее было. Но на свадьбах тоже исраф есть. А исраф это харам. Вы поели салат, поели плов, а остальное, то, что не поели, куда уходит? В мусорку уходит, собакам дают. Если что-то чистое, может быть, кому-то, людям, но там мусор бросают, сколько? Это не исраф, это не грех, это грех, это исраф. Из-за этого, те, которые делают свадьбу тоже, тоже думайте сами, это ваши средства. Грех на себя брать не нужно. Люди, вот, скажем, скажем, если нам на свадьбах, вот, пригласили вас на свадьбу, вам дадут столько, сколько в желудок вам вместится, и чуть-чуть, даже больше, еще желудок чуть-чуть растянется, вам хватит этого? Все мы скажем, скажем, хватит, аль-хамду-ллях, хватит, скажем. Но там на свадьбах дают больше этого. То есть, мы не обидимся, если мы друг друга все поддержим, скажем, давай на свадьбах тоже экономнее делай. Хорошо ставь, хорошо делай, но экономнее делай. Не надо 3-4 салата ставить, и 3 вида еды подавать, теплая, горячая, потом, наконец, еще плов. А экономим, потому что у нас желудка не хватит на все это. А остатки-то выбрасываются, это харам, это грех. Перед Аллахом Всевышним будем отвечать. Почему отвечать? Потому что сколько людей в мусорках ищет еду, а мы тут в мусор выбрасываем. «Сумма латусалюнна яума или же кто-то кто-то умер, сразу купили Куран, сразу детям подарили Куран. Сколько будет награды этому человеку?» Или поставили скамейки где-то, мусорные ящики, стульчики кому-то подарили, кто-то дом строит, помогли ему. Вот такие бизнес-проекты для Ахирата, выгодные, долгосрочные, если мы будем делать, мы будем развиваться. А если будем на своих обычаях просто друг на друга смотреть, чтобы он не говорил, чтобы этот ничего мне не сказал, чтобы мне не было стыдно, то будем вот так топтаться на одном месте. И не будет роста. И будет больше еще бедных, которые злостно смотрят на тех, кто живут в роскоши. Чем туда много средств расходуют на эту свадьбу, на эти мероприятия, лучше сэкономьте, сэкономьте и дайте адрес на одной семье. Купите мешок муки, мешок картофель, мешок лука, масло, сахар и дайте. На целый месяц им хватит, на два месяца может им хватить. А те, которые пришли на мероприятие, им достаточно чуть-чуть. Они, аль-хамдулля, скажут, достаточно. Сейчас не то время, чтобы бросаться направо-налево деньги на ветер. Столько нуждающих, вон стоят нуждающиеся. Вот обращение нуждающихся. Лучше вот этих ищите, вот и на обращение. Кто хочет какое-то мероприятие сделать, пусть это будет даже свадьба. Зовет общество, чтобы дуа им сделали. Покорми, чтобы их обрадовать, поделиться радостью. Вот, чтобы обрадовать человека. Сытые поели, аль-хамдулля, сказали. Но когда едят те, кто ели, зарабатывают, они больше благодарят Аллаха Всевышнего, может быть, и больше радуются, это сто процентов. Они больше радуются, чем сытые. Больше радуются. А радовать человека, это ведь поклонение, это ибадат. Вот об этом нам говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ат-имут-ту'ам. Кормите людей, он говорил. Ат-имут-ту'ам. Кормите людей, говорил. Кого кормить надо? У кого мало, у кого нет, их надо кормить. Поэтому, уважаемый джамат, мы все в одной лодке. Почему друг друга мучаем и не можем сказать, э, хватит. Лишнее давай, не расходуй на свадьбу свою. Лучше сэкономим. Народу скажем все, что все были довольны. И народ, аль-хамдулля, никто не скажет, что ты так мало положил на стол. Я голодно ушел. Никто не говорит на свадьбе, что я голодно ушел. Правильно? Сэкономьте. И лучше сэкономите вы пять тысяч долларов или десять тысяч долларов. Кто-то может двадцать тысяч долларов сэкономить. А теперь посмотрите. Если вы ради Аллаха это начинали в начале, мероприятие, посвященное, может быть, отцам или матерям, которые ушли с этого мира, вы на стол готовы поставить. А когда вы сэкономили вот эти средства, готовы вы помочь кому-то, если ради Аллаха делали? Вот лучше туда. Там выгоднее. Там долгосрочные проекты. И там больше наград. И там решается не только одна проблема, а там еще много проблем решаются. Там целая семья спокойно живет, не попрошайничает, не обижаются ни на кого. Спокойно поклоняются Аллаху Всевышнему. Это жизнь временной поля Ахирата. Аддуния Мазра'атул Ахира. Эта дуния это огород поля Ахирата. Что здесь посеешь, там пожнешь. И грубо это будет звучать, что то, что мы себе в желудок отправляем на этих свадьбах, на этих мероприятиях, это уходит все в туалет остается. А то, что мы делаем как выгодные проекты, это долгосрочные проекты, награды большие, долгие. А когда мы семьям помогаем, сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, кто вот печется и переживает за нуждающихся, вот они нуждающиеся, вот обращения, много обращений. Кто печется и переживает за нуждающихся, за сирот, за вдов, он как борец на пути Аллаха. Как борец на пути Аллаха. Вы не участвуете на борьбе, на битве. Но вы своими средствами, из-за того, что вы переживаете, так, где есть нуждающая семья. У них на месяц хватит зарплаты, но на свет, на уголь не хватит. Обеспечу их. Сироты с вдовами обеспечу их. Ежемесячно буду обеспечивать. Они вот как борцы на пути Аллаха Всевышнего. Когда умрем, мы будем радоваться вот за такие свои дела. Давайте, иншаллах, постараемся друг другу помочь в этом, друг друга поддержать в этом. И каждый пусть побеспокоится за себя, за свои деньги, которые он расходует. Деньги это большой неамад. Вот этими деньгами оказывали пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи помощь большую. Исламу помощь оказывали. Обществу помощь оказывают деньгами. Пока у нас есть возможность оказать помощь, не просто себя только кормить, обеспечивать и себе только помогать, себе только обустраивать. Есть возможность поделиться? Делитесь. Это будет перед Аллахом Всевышним красивое дело. Для себя будет скрывайте, делите, сделайте это, скрывайте для себя, чтобы потом перед Аллахом Всевышним это как заступничество было для нас. За счет этого дела, чтобы мы обратились потом к Аллаху Всевышнему. И потом у нас в обществе уже не будет попрошайников, не будет таких семей, которые плачут и переживают, что сегодня не знают, что или на этот месяц не знают, как они проживут. Не могут найти. Вот у нас семья, которая нуждается. Много семей обращаются к нам. Вот тут сидят, бабушки сидят. Аль-Хамбле в достатке мы живем. Можно сделать так, чтобы они туда не сидели, чтобы они не проходили сюда дома, чтобы сидели. Можно. Просто нужно, чтобы кто-то проснулся, проснулся и подумал о таком выгодном проекте. Да, Аллах Всевышний нам всем глубокого, правильного понимания нашей религии. Пусть Аллах Всевышний простит нас и наших родителей. Аллаху понимания.